Говорит Фасль в следующий раздел в книге Уамин Махзурат Али Храм Какие еще деяния являются запретными во время Ихрама? То есть до этого мы разобрали некоторые из этих деяний. Так или нет? Из этих деяний какие были? Покрытие головы или одеяние, одежда которая расшита по органам тела человека или одеяние, или одевание кожаных носков на ноги или допустим что еще? Бритье головы рубление деревьев охота и тому подобное. Все это является чем запретным во время Ихрама? Говорит Уамин Махзурат Али Храм а также из того что запрещено в Ихраме, когда мы говорим рубить деревья то есть это не само по себе из-за Ихрама но если человек находится на территории Ихрама так или нет? Говорит Мазакар Аллаху Та'ала Фи Хавлихи из этого то что упомянул Всевышний Аллах С.А. в своих словах Фаля Рафаса вала Фусука вала Джидаля Филь Хач. Человек если совершает Хач, то не должен во время него совершать полового акта то есть и того что предшествует этому а также вала Фусука не должен совершать грехов вала Джидаля Филь Хач и не должен производить споры во время Хача, то есть не должен спорить с кем-то совершая Хач. Вы видите что такое Рафас? Рафас это говорит половый акт, а также то что предшествует этому как например поцелуй и дотрагивание со страстью у некоторых из ученых. То есть что значит у некоторых из ученых? То есть некоторые из ученых говорили что под слово Рафас входит не только Джима, не только сам половый акт но также то что ведет к нему из поцелуев, дотрагивания и тому подобное Падь Ибн Кудама сказал Ибн Кудама Куллю ма фусси раби ар-рафас ямбаги лил мухрим ан-ятаджаннаба все чем ученые разъяснили понятие Рафас, человек который находится в Ихраме должен что сделать должен сторониться этого но слово Рафас в первом его значении так или нет или в главном его значении указывает именно на что? Именно на половой акт значит можете у себя также подменить что даже некоторые ученые указали что во время Ихрама даже вспоминать женщин нельзя то есть нельзя вспоминать при разговоре друг с другом о женщинах, нельзя разговаривать о женщинах и от Ибн Аббаса пришло то есть если женщина присутствует с тобой то не нужно упоминать о женщинах, не нужно вспоминать о женщинах чтобы это не стало причиной полового акта в будущем говорит воль фусух а что касается под понятиями нельзя грешить что такое фусух? фусух это грехи из этих грехов ругание мусульман потому что пророк сказал ругание мусульманина является грехом а сражаться с ним является неверием говорит а что имеется ввиду под тем что нельзя спорить во время Ихрама то есть спор на основании лжи то есть на основании чего-либо ложного человек не должен в споре защищать что-то ложное говорит следствием которого то есть следствием этого спора является что? то есть взаимная ненависть и взаимный гнев друг на друга понятно или нет? значит все эти действия также нельзя совершать в Ихраме какие действия? совершать полового акта и то что ведет к нему а также грешить из этого ругать мусульман и также что? джидаль спорить и вести какие-то полемики на основании заблуждения далее следующий вопрос спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому